всем привет снова turbo и снова не о приставках но и не о персональных компьютерах в привычном смысле этого слова не о дос или windows или linux машинах 90-е годы у меня был вот такой компьютер это советский весьма самодельный клон спектрума подключался он напрямую в какую-то хитрую плату встроенную в обычный советский же телевизор разъем от которой был выведен на переднюю панель и картинка была очень четкая я тогда думал что этот компьютер называется синклер у меня было несколько кассет с играми ставите кассету в магнитофон перематываете пленку к нужной игре запускаете магнитофон на воспроизведение а магнитофон соединен кабелем со спектрумом и на экране телевизора несколько минут пока загружается игра бегут цветные полосы а из динамика раздается скрежащий электронный звук игра могла загружаться и пять минут и больше некоторые вообще не загружались иногда после загрузки игры компьютер резко перезапускался приходилось снова загружать игру на какое-то время я перестал слушать музыку потому что телевизор стоял в одной комнате а в другой был магнитофон приставка радиотехника в качестве усилка для которого я использовал виниловый проигрыватель тоже радиотехнику оба устройства кстати живы мне просто лень их снимать на видео и вот чтобы играть я перетаскивал магнитофон большую комнату и он неделями стоял возле телевизора на табуретке а спектрум тоже то на табуретке то на полу когда в компе раздолбались какие-то разъемы и короче говоря так получилось что нормально он работал только на полу там проводок питания нужным образом провисал тогда иногда я разбирал спектрум и невесть зачем вытаскивал процессор однажды при этом у процессора сломалась ножка я заменил ее на кусочек скрепки и процессор заработал как раньше я писал какие-то простые программы на бейсике сохранял их на кассету но большую часть времени конечно же играл каждая игра казалась мне каким-то волшебством но были игры которые особенно нравились о них я и хочу сегодня рассказать вообще я не помню в какую именно в спектрумскую игру поиграл впервые хотя помню ощущение ожидания загрузки вот эти полосы бегут звук непривычно впервые и работает пошла игра наверное это был все же эксолон изданная в 1987 году и английской компания хьюсон консултанс лимитед игра была разработана тремя программистами рафаэл цепко ник джонс и найджел браун джон одни работали и первые два весьма известны в игровом мире спектрума с которым я тогда только начинал ознакомиться это был совершенно непривычный для меня мир я играл до этого на чужих компьютерах и приставках в игры для ms dos для dandy а про спектрум вообще не слышал равно как про то что игры для спектрум поныне считаются самыми сложными но это хардкорность воспринялась мной как норма я сидел долбил этот набор игр на двух а потом на трех кассетах и получал огромное удовольствие от их исследования хотя я так и не прошел ни одной игры они в самом деле были мягко говоря сложно разумеется исходно эти игры были выпущены каждая на отдельной кассете с вкладышами книжечками руководствами кассета с экселоном например стоило около 8 фунтов стерлингов хотя сейчас мне очень нравится экселон по графике и звуку но тогда в 90 я быстро переключилась на другие игры некоторые из них внешне были примитивные но более для меня интересны одно из таких был зоро зоро с его загадочным управлением забыл сказать управление вообще что делать осваивалась методом тыка и не во всех играх можно было настроить клавиши под себя вот и сиди гадай что в зоро вверх это двойка вниз w z использование предмета или фехтование для передвижения же влево вправо использовалась а у пи а в других играх любили для этого еще н.м. вот около 20 лет спустя я наконец узнал толком сюжет игры про зоро ну кто такой зоро я знал вот что чувиху в самом начале похищает злой генерал гарсия это оставалось для меня загадкой я просто понимал что чувиху надо освободить и для этого пройти всю игру зоро эдакая бродилка с головоломками где надо использовать физику и разные предметы особенно трудно мне давался экран где надо было прыгать по плавающим фиговинам в бассейне достойная игра надо будет на досуге и как-нибудь пройти дело чести весьма увлекла меня до поры до времени into the eagle's nest фактически это прообраз волфенштейна английский солдат бродит с видом сверху по замку полному немецких фашистов этот замок то и называется гнездо орла надо уничтожить врагов и освободить трех пленных игра была довольно популярна и на других платформах мне она быстро наскучила то ли сложностью дальнейших уровней то ли однообразием поначалу пока не застрял я много играл еще в рокис хоррор шоу сюжет таков теди брендон и джанет попадают в зловещий замок в начале игры дается выбор кем играть брендоном или джанет а другой персонаж обращается в камень и его или ее надо спасать что-то персонажа теди то он просто гоняет по коридорам замка на мотоцикле мешает вам для освобождения человека из камня надо по всем комнатам собирать кусочки мозаики а на деле некоего технического агрегата который сможет превратить вот человека из камня обратно в плоть и эти кусочки надо выкладывать в особом месте скрытым за портьерой в одном зале этому мешает всякие мрачные обитателей обитательницы замка также препятствия найдя на одной из кассет игру ганфрайт и она долго на нее подсел кажется весной может быть даже в мае изометрической проекции отличная графика и звук понятный сюжет вы шериф надо выслеживать бандитов и по каждому уровню раскинутые такие стукачи которые указывают в направлении злодея пальцами скачут и показывают пальцем можно найти лошадь и какое-то время скакать на ней а с горожанами сталкиваться нельзя они сразу убивают вас каким-то тайным приемчиком по ходу надо собирать золото чтобы покупать патроны много времени провел я также за нехитрой поэтажной бродилочкой чаки эгг 84 года выпуска почти лодранер только проще в управлении и без этого дурного простреливания этажей влево и вправо хотя кстати в лодранер на спектрум я тоже играл много сюжет простой этого чаки эгга фервер чаки собирает на этажах яйца а куры ему мешают в игру может играть одновременно четверо человек но я не пробовал по моему я вдвоем максимум играл вдвоем то ли с братом вдвоем мы играли и с товарищем с знаменитым волочаем которого я упоминал в нескольких предыдущих выпусках turbo хотя мне не нравятся игры про море а водные уровни в разных играх я предпочел бы в сухопутном но scuba dive от dural software 83 года привлекла мое внимание точенной необычной для спектрума графикой и хотя я не очень преуспел в ее прохождении игра мне запомнилась вы управляете ныряльщиком за жемчугом надо уклоняться от рыб да и само коралловое дно для вас смертельная игра очень сложная но захватывающая игра но больше всего на спектруме мне полюбилась saboteur 2 издал ее восемьдесят седьмом году тот же dural software а разработал клайв таунсенд при участии роба хаббарда вот эту игру я почти прошел не смотрите на видео которое я сейчас показываю в нем я играю просто отвратительно от прежней от точности не осталось и следа а карты уровней стерлись из моей памяти вы играете за девушку ниндзю которая попадает в огромное здание и в каждом уровне надо выполнить определенную миссию при этом надо сражаться с врагами использовать разные предметы до чего уложиться в отведенное время игра настолько нравилась мне что однажды даже приснилось какое-то ее продолжение или вариант в 90 я на память выучил все здание где происходит действие saboteur 2 что удивительно потом во время дэнди скажем так я не мог пройти alien 3 именно из-за лабиринтности а для прохождения второй части касселвании мне пришлось долго и нудно рисовать карту как и еще для некоторых игр например для назад будущее 2 3 saboteur я играл каждый день часа по полтора но самый последний уровень так и не прошел несколько позже у меня появилась еще одна кассета туда запускалась мало игр и из них мне запомнились айкери и тир на ногт но игр на первых кассетах все равно нравились не больше стали родными а потом и блок питания у спектрума накрылся а до этого он перегревался а сам спектрум стал перезагружаться потому что разболтался разъем питания у меня руки и жопа выросли чтобы починить с тех времен прошло много лет мой спектрум и его неисправный блок питания лежит на той полке шкафа где у меня хранится разный неприкосновенный хлам как-то реквизит для фильмов 5-дюймовые дискеты коробочка со значками несколько старых пленочных фотоаппаратов и даже карманный микроскоп все это надлежит когда-нибудь привести в порядок и снова им пользоваться на бывшие у меня кассеты с играми я еще в девяностых записал поверх музыку сами же кассеты сохранились по сей день в коробке с кассетами бережно скрываемой от кота потому что если кот доберется до этой коробки то непременно обоссыт иногда я запускаю полюбившиеся спектрумовские игры под линуксом в эмуляторе фьюз но былых ощущений с тем моим спектрумом еще советским цветным телевизором уже не воскресить и 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